Где можно встретить первый электробус в Казани? Выгодно ли городу заменять электробусами уже существующий общественный экотранспорт? Подвижной состав, сам транспорт обойдется, конечно же, дороже, чем троллейбусы или трамваи. С другой стороны, если полностью произвести замену троллейбусов на электробусы, то будет не нужна эта самая контактная сеть. То есть можно будет сэкономить на ее создании, обновлении и обслуживании. В Казани состоялась международная конференция «Чудотворный казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации». Какой образ может быть символом единства всех конфессий, всех народов, всех этносов России, то ничего лучшего, кроме образа Пресвятой Богородицы, вы не найдете. Июль не перестает удивлять жителей страны погодными условиями. Чем объясняется такая переменчивость погоды? Если в Европейской ТРТ России властвует мощный антициклон, то за Уралом, как правило, формируется область противоположная. Всем привет! В эфире «Универ Ньюз» о студии Елизавета Никитина. 20 июля среди мусульман отмечается праздник Курбан-Байрам, с которым мы поздравляем всех верующих. А теперь к другим новостям. По третьему троллейбусному маршруту в Казани теперь курсирует электробус. Стоит ли заменить весь общественный транспорт и насколько это выгодно? С остановки Речной порт до улицы Академика Глушко пассажиров везет новенький электробус. Правда, пока всего один. Но если через три тестовых месяца от граждан поступят положительные отзывы, Казань намеренно приобрести целую партию. Делиться впечатлениями от поездки пассажиров электробуса просит на официальной странице МУК «Метроэлектротранс» в Инстаграме. Мы очень много думаем о том, как улучшить экологию города. И, конечно, электрический транспорт – это номер один, потому что 75% загрязнения – это дают наши автомобили. Поэтому мы с вами работаем на газомоторном топливе, покупаем. И наша мечта – вот электробусы, дай бог. Пока, конечно, дороговато, но все новое всегда бывает дорогое. В Казани тестируют тот же электробус, что и в Москве. Он бесшумный, работает от аккумулятора. Салон рассчитан на 80 пассажиров. Есть системы климат-контроля и видеонаблюдение. USB-розетки. Предусмотрено 35 сидячих мест. А по заявлению производителя, полная зарядка занимает 24 минуты. Выгодно ли городу заменять электробусами уже существующий общественный экотранспорт? Подвижной состав, сам транспорт обойдется, конечно же, дороже, чем троллейбусы или трамваи. С другой стороны, сама по себе троллейбусная сеть требует еще, кроме самих троллейбусов, контактные провода, которые подвешены над дорогой. Если полностью произвести замену троллейбусов на электробусы, то будет не нужна эта самая контактная сеть, можно будет сэкономить на ее создании, обновлении, обслуживании. Игорь Кох также подчеркнул, что в большинстве случаев электроэнергия более дешевое топливо, чем распространенные сейчас дизель и метан. Однако стоимость самих электробусов может повлиять на положительные результаты эксперимента. Ариадна Кугушева, Универньюз. Очередное рабочее совещание с руководителями структурных подразделений Казанского федерального университета провел сегодня ректор Ильшат Гафуров. Обсуждались вопросы, касающиеся приемной кампании с 2021 и готовности образовательных программ к новому учебному году. В Казани состоялась международная конференция «Чудотворный казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации». Обсуждение прошло в рамках работы трех секций о роли и значении одного из самых почитаемых образом на Руси в сюжете нашего корреспондента. Мероприятие приурочено к освящению воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери. Первая секция организована в Казанской духовной семинарии, вторая в Государственном музее изобразительных искусств Татарстана, третья в Казанском федеральном университете. Заявку на конференцию прислали на обе подсекции свыше 60 человек. Они представляют почти 50 вузов России. Несколько человек присоединяются онлайн в гибридной форме из-за рубежа, из Израиля, Белоруссии, Узбекистана. Подсекции посвящены культурно-историческому значению Казанской иконы Божией Матери и Казанского Богородицкого монастыря для России и мировой цивилизации. В этом контексте участники обсудили развитие православия на территории Татарстана и межрелигиозный диалог в республике. Принимают участие, во-первых, сотрудники Института социально-философских наук. Понятно, почему. Мы ведем направление религоведения и теология. Принимают наши коллеги из Института международных отношений. Доклады, с которыми выступили специалисты КФУ, посвящены историческому аспекту бытования Казанской иконы Божией Матери, связи Казанского университета и духовной семинарии, а также роли образа Пресвятой Богоматери в истории страны. Если спросить любого россиянина, верующего и даже неверующего, православного и, может быть, даже неправославного, какой образ может быть символом единства всех конфессий, всех народов, всех этносов России, то ничего лучшего, кроме образа Пресвятой Богородицы, вы не найдете. Потому что в ней сплелись все чаяния, все надежды великого, многоционального, многострадального русского народа. По словам Михаила Щелкунова, Богородица – это символ традиционных ценностей, которых в современном мире очень не хватает – семьи, жертвенности, материнства. Поэтому как для университета, так и других организаций очень важно использовать величие этого образа, который скрепляет нашу идентичность. Отметим, что итоги конференции по всем секциям были подведены в Национальной библиотеке Республики Татарстан. Диана Шеленкова, Ленар Тавлетьяров, Универ Ньюс. В Казанском университете продолжается приемная кампания. В УЗ с учетом институтов Елабуки и Набережных Челнах уже поступило свыше 73 тысяч заявлений. Прием документов продлится 29 июля. Июль не перестает удивлять жителей страны погодными условиями. В одних регионах сотрудники спецслужб, не покладая рук, тушат лесные пожары. В других ликвидируют последствия бушующих ливней. О том, что сулит на погода, расскажет эксперт Казанского университета. Чтобы понять, почему в разных регионах России погода может сильно отличаться, нужно вспомнить, что такое циклон. Это огромный атмосферный вихрь, образующий область низкого давления и много облаков, несущих за собой сильный ветер и дожди. Существует и антициклон. Здесь все наоборот. Высокое давление, мало облаков, солнечная и ясная погода. Несмотря на свой большой объем, ни циклон, ни антициклон не могут полностью занимать всю территорию России. Поэтому они умещаются вдвоем в разных частях страны и приносят абсолютно разную погоду. Таким образом, если в европейской территории России властвует мощный антициклон, то за Уралом, как правило, формируется область противоположная, так, например, циклоническая область. Если для антициклона характерна такая аномалия тепла, то, очевидно, в антициклонической области будет такой мешок холода, как его часто называют. Циклон и антициклон относят к габарическим образованиям, которые сами по себе очень малоподвижны. Этим и объясняются застойные погодные условия, которые они приносят. Особенно людей беспокоит продолжительная аномальная жара, пик которой обычно приходится на июнь. Это объясняется разной продолжительностью дня и ночи. В период, когда ночи максимально короткие, а дни максимально длинные, вот этот вот прогрев позволяет подниматься температуре выше отметки в 30 градусов. Так, в июне был установлен ряд абсолютных температурных рекордов, именно под действием этого фактора. Тем не менее, знойные дни, принесенные антициклоном, могут прерываться внезапными интенсивными ливнями. Например, в Казани за три дня, 2, 10 и 13 июля, выпала практически месячная норма осадков – 67 мм. Такая переменчивость объясняется нахождением города вдали от центра антициклона, а также близостью фронтальных разделов, которые разделяют воздушные массы с разной температурой. Еще одним фактором появления внезапных ливней являются кучевые облака. Когда у нас интенсивный прогрев земной поверхности, интенсивное испарение, все это позволяет формироваться таким мощным кучевым облакам, мощным конвективным ячейкам. И если под облаком формируется мощный восходящий поток, а это закономерность, то также есть и мощный нисходящий поток, который формирует, по сути дела, шквал. Шквал – это сильный ветер, который не имеет явного направления. Такие явления носят локальный характер. Даже внутри одного города в отдельных районах может быть разное количество осадков. И подобные погодные сюрпризы сложнее всего предсказать именно летом, когда большую роль играют прогрев и испарение. Примерный прогноз погоды можно дать не дальше, чем на ближайшие три дня, а еще точнее – только на ближайшие часы. Поэтому рекомендуем не забывать смотреть прогноз перед выходом из дома. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универ Ньюс. На этом все. В студии была Елизавета Никитина. Сюжеты с выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!